Итак, Валерий, откуда вы? Без Белоруссии. О, нормально. Значит, что мы сейчас делаем, я хочу объяснить. Мы, значит, ставим мою сборку, находясь на винде, мы ставим на 14-гигабайтную флешку, на которую поставили поисковик операционных систем, и вот сейчас заканчивается установка, тут осталась буквально минутка, заканчивается установка сборки стабильной Linux Mint Synomon 17.2, не 17.3, точка 3 сборка нестабильная, а именно 17.2, потому что практически поголовное большинство пользователей, нахлебавшись 17.3, вернулись на 17.2 и живут себе спокойно. Поэтому, значит, эта сборка называется, скажем так, стабильной, я ее еще называю золотой. Вот таким вот образом. Значит, ну что, RM-PREP, посмотрим флешечку. Окей. Так. Вот здесь вот, в правой колонке вертикальной кнопочки, там написано, запустить из-под QEMU. Вот на эту кнопочку нажмите. Вот, запустить из-под QEMU, да, да, окей. Кнопочку окей нажимаете, ничего не меняете. Вот, когда стартуете с флешки, у вас будет вот такая вот менюшка. Ну, как работает группа, значит, вы знаете, а вы, значит, зайдете вот сюда, в дистрибутивы Linux, нажмете Enter. Стрелочка вниз, встанете на сборку и нажмете Enter. Здесь я, значит, не буду ждать, там можно и полчаса прождать, пока она загрузится, потому что это, скажем так, программа хорошо показывает все на скидку. Вот, две строчки появилось, я уже знаю, что сборка будет грузиться. Если сборка не будет грузиться, значит, придется окопаться в биосе, значит, что-то у вас неправильно с биосом. Теперь делаем, каким образом? Теперь, значит, мы должны с вами, значит, выключить, перезагрузить компьютер и загрузиться с флешки. Поэтому... Ну и грузитесь в флешки. Вот я показываю, USB HDD. Стрелочкой вниз. Вот, теперь видите, все слушается. Идите вниз, да. В самый низ, да, Linux. Дистрибирус, я вижу, так. Так, Инкерпорейтед, ЛМС, ЛМС, Enter, Enter. Допустим, нажму. Ох ты! Это я свернул. Теперь обратно я его разверну. Вот таким вот образом. О, блин. Значит, на диске, на разделе SDA1 места достаточно. И сделан это еще и с запасом. Своп хороший. Значит, папочка для... Домашняя папочка. Ну, 120 гигабайт. Это тоже прилично. И для хранения, скажем, ваших резервных копий, значит, тоже место вполне прилично. Поэтому, значит, сейчас можно будет все это дело закрыть и открывать программу SystemBug. и нажимать на кнопочку дальше. Значит, ну, все необходимое подготовлено. Теперь, значит, мы с вами займемся вот чем. Я сейчас немножечко сразу разошью экран, чтобы у нас тут и проблем не было. Дальше. Уже у вас же... Вот вы даже не смотрите. Уберите руки в сторону. Посмотрите. У вас уже, значит, вот... Вижу верху струкска монтирования. Я хочу за правый угол подтянуть вот сюда. Вот, видите? То есть то, что сделано, сделано. Вот сюда надо встать и отметить, как своп раздел. Точка монтирования. Выбирайте своп. И нажмите на зелененькую стрелочку. Вот. Теперь дальше. Вот этот остается последний раздел. Точка монтирования. Конечно. Да. Все сделано. А тот раздел мы никак не будем. Да? Теперь нажимайте далее. И вот, когда мы сюда прискочили, это случайно мы нажали. Вот, получили такую штуку. А теперь нажимайте на старт. Я сделал это именно в режиме live. Что бы это говорится. На ней вы можете спокойно на любые там самые опасные сайты ползать. Хватать какие там угодно там вирусы и всякую дрянь. А при перезагрузке оно будет все слетать и будет снова у вас все нормально. Все. Теперь значит что? 2.40 Ну, около 2 минуты 40 секунд длилась запись полностью настроенной операционной системы с установленной кучей программ. Нажимайте enter. хорошее заставка. Ну, заведите, во-первых, если имя пользователя стоит, заведите свое имя там, куканату или как там. в которой я последний ну, да, если имя пользователя. А если пароль, то поставьте там, что у вас там было, единица там или девятка. Как она обзывается и ее подключить, но это уже мелочок, это потом сделаем. Ладно. Значит, не заводится. Он заводится только один. Подождите. Печатайте парольчик. Я хочу свернуть это окошко. Не закрыть, а свернуть. Так, это тоже свернуть. И теперь запустим настройщик вот этот. Групп кастомайзер. Я ничего не понял. Мы были не связи. Вы сказали выключить. Так, как сейчас? я ни одного слова не понял уж. Еще раз говорю, меня слышите или нет? Очень плоховато. Вот сейчас куда все пошло. Ну и слава Богу. вы перезагружали мюр, мюр, да? Я его выключил и снова включил. Мы сейчас будем перезаписывать бэкап. А как же. Безнадежного бэкапа и ничего и делать, потому что это ваше, скажем, пристанище на случай всяких житейских неврядец. где он будет храниться? На каком диске? На отдельно выделенном диске размером значит 54 гигабайта на вот этом вот. А на физическом диске каком он будет храниться? На генчестере каком он будет? На том, где у вас Linux установлен. А, вот он. Вот он. У вас все то, что относится к Linux, вот оно здесь под глазами. Вот он. А, это Linux Data и есть, да? Да. Да, Linux Data. То есть домашний раздел вот, а Data вот конкретно хранит данные. Так, ну что, все правильно мы выставили. Вперед? Будет. Девчонки, последнее слово ничего нет. Я говорю вперед и больше дергаться не будем. 126 гигабайт, да, вы правильно пошли. Теперь для винды вот подходят только вот эти вот форматы. GZIP стандарт лучше всего. Ну, соответственно, вот здесь вот надо написать, допустим, Windows семерочка, да? и теперь, где мы ее хотим сохранить? Ну-ка, появится она? А сколько она займет? А вот мы и посмотрим, я почему и спрашиваю. То есть вот этой программы можно работать, находясь на любом разделе жесткого диска или на флешке и архивировать, как говорится, все, что шевелится и движется. Так, ну давайте посмотрим снова. Значит, так, из-за первый раздел здесь нам нужен будет вот этот дружочек. Вот он. как хорошо побежал, хорошо. Здесь, значит, мы делаем четыре ядра расширения. Обязательно стандарт берите, вот. А здесь напишем, допустим, Windows семерочка и сохраним этот раздел. Все мы правильно оказали? По-моему, все. Так, четыре ядра, газип стандарт, первый раздел на сюда, да? Все правильно. Но он заархеированный будет формат, в смысле, сжатый. Ну, так же, как и Acronis делает в своем формате типа, а этот в своем формате FCA. Но только, допустим, Acronis, если вы на флешку записали, вы зашли в Acronis, и будете сидеть и тупо смотреть на окошко Acronis полчаса, пока он там будет вам архивировать или разархивировать. А здесь, находясь даже на флешке, вот, процесс, допустим, архивации винды в среднем где-то минут 20-30 занимает. Так, вы тут можете включить, извини меня, господи, или Mozilla, или Google Chrome браузер, смотреть там какой-нибудь фильм, чтобы было нескучно во время этого процесса, и заниматься спокойно своими делами. Причем, я вам говорю, что это как можно делать как с флешки, так можно это делать и с раздела жесткого диска, на котором сейчас мы находимся. То есть, флешка это полностью нормально настроенная операционная система. Из флешки вы всегда можете восстановиться. Или вот через копию, значит, созданную FS-архиватором, или через копию систембака, которая уже на самой флешке хранится. Скажите, пожалуйста, вот эту флешку я могу использовать на другом компьютере? Ну, это только литра бела, литра красной. Ну, ясно. Ну, конечно, но подумайте, я же вам сказал, что эту флешку можно ватнуть в любое гнездо, где имеется. Ну, то есть, я просто хочу выяснить, это готовая операционная система для работы на любом компьютере. Да. Вот что. Пошли в интернет-кафе, взяли с собой флешку, подключились, попросили администратора, что хочу со своей операционной системой поработать, с ней стартовали, с ней работают. Ради Бога. На планшете она будет слушаться? Не пробовал. Я часто по больницам ковыряюсь. Чего? Чего не пробовал, того не пробовал и врать не буду. Если появится у вас какой-то положительный опыт или даже отрицательный, просто мне сообщите об этом. У меня планшет четырехъядерный, я думаю, потянет. Здесь же ведь все-таки сборки для планшетов Linux. Я так думаю, что... Ну, я поковыряюсь, посмотрю. Я думаю, что должны быть, потому что вот здесь в настройках значит, там был такой пункт, который обзывался таким образом. Допустим, откинуто, что столько это файлов было скопировано в такие-то и так далее. Да-да-да, он предложил мне... Я... Да, все, я завершил процесс. А вот куда он теперь пошел? Сием мне неизвестно. Может быть, он пошел просто делать проверку вам. Ну, я пока не вижу. Центральный процессор, посмотрите, сейчас не нагружен. Он закончил, да, он закончил. Оперативка не загружена. Давайте просто-напросто... А вот Linux Data заполнилась, смотрите, на 36 гигов. То есть, он завершил это все, это уже ясно. заводите пароль. NVIDIA, почему вы не поставили вот этот? Ну, я посмотрел, что Ubuntu, я и поставил его, нажал. Давайте поставим рекомендованный NVIDIA драйвер, почему бы и нет. что-то прямо по-русски написано зелеными буквами рекомендованный. давайте его и поставим. там-то уж лучше знают. Такой же применил про изменения уже, оно неактивное. Ну, давайте нажмем на крестик. Нажмите на крестик. Так. Перезагружаемся? Да, давайте-ка по полной программе, как говорится, перезагрузимся. на главной странице сайта. Я его частенько обновляю, поэтому можете его почаще скачивать, там иногда появляются новости всякие. Вот символы вишенки видите? ну вот по ней на нее помните, мы создавали папочку с вами это самое Cherry 3. Вот мы сейчас сюда ее и вставим. И вот у вас теперь под руками справочное руководство которое я длительное время собирал у вас оно как говорится во всей своей красе. Ну это замечательно. Это все команды, Не только. Здесь вот команды, а здесь вот еще есть и видеоролики мои. я файлик частенько обновляю там ну тут тоже там попозрите посмотрите там так кстати вот здесь вот был раздел который назывался установки программ нажимаете enter заводите пароль и вперед успеешь с ней короткие там какая у вас единица или девятка пароль не будет виден не будет да теперь есть вы пропали вы не слышны я хочу выбрать другой голос я хочу выбрать катерину вот в самом низу она катерину катерина выставляется скорость на максималку нажимайте на пуск вверх вверх вашу лыжу с последнего улучшения солнце еще немного поблистело на проще и окончательно скрылся с лицом на ходу на поиске и вверх 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 программа систем баг для backup называется он backups и с вверх 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 сколько вам нужно и даже в одной папке вы можете делать до 10 бэкапов одной копии то есть три папки то вам на 30 бэкапов ну я сергей написал в молодец хорошо получилось и людей кстати к сайту будут привлекать ничего чего там что-то бегать там искать там по разным эти ссылки собирать а он зашел к нам на сайт и смотри все эти там 20 30 каналов канала хорошие то есть так что там есть сейчас вот закончится создание точки восстановления зайдем и посмотрим я пока не хочу это самое вот смотрите копия создана значит вот здесь вот на теперь значит нам что остается сделать зайти на этот раздельщик вот 7,9 гигабайт конечный размер я считаю вполне нормально то есть прилично что она просто заботится да если такая программа такая века я Пробегитесь ползунком и посмотрите, что есть. Только себе я с драма, а у меня BBC премьера антифисует. BBC классик. И то неплохой список, я считаю. Ну да, я не спорю. Это у меня на спутнике всё. У меня три колор спутник. А у меня вам колор интернет. Через Вайн. А там уже все эти нюансы настройки, ну я же не профессиональный, я не знаю там куда чего. Ну хорошо, ну ладно. По крайней мере поставить, попробуем через Вайн. Вот это я вам могу гарантировать. Тролировать установку. Ну пожалуйста. Договорились. Да спасибо, а масло потом. Спасибо на масло, в смысле хлеб. На хлеб и помажешь, нужно масло. О масле мы договорились. Немного, летом.